Игроманы, поздравляю вас с наступившим Новым Годом и Рождеством! С вами снова Фак и я, Андрей Воробей. Сегодня нас ждёт своеобразный шейм-лист, самые провальные игры ушедшего года. Вопросы по прохождению и ответы на них также не останутся в стороне. Но! Обо всём по порядку. Итак, переходим к делу. Четвёртое место нашего импровизированного хит-парада занимает Мэриншепшутер 3. Американская фобия, обращённая на арабский мир, уже стала притчей во языцах. Из года в год нас почуют героическими эпопеями, повествующими о том, как бравые американские парни насаждают демократию на Ближнем Востоке. Индустрия компьютерных игр не стала исключением. На волне агрессии, связанной с ядерными разработками в Иране, вышла третья часть сериала «Мэриншепшутер 3». Посмотрим, что из этого получилось. В третьей части «Мэриншепшутер» в качестве сюжетной линии нам предлагают следующую историю. Неугомонные иранские спецслужбы наконец-то нашли у кого закупить пару-тройку ядерных ракет. Поставщиком оказался известный делец чёрного рынка Кэслер. Естественно, самая демократичная нация не могла мириться с таким геополитическим беспределом и незамедлительно выслала группу быстрого реагирования, состоящую из целых двух бойцов. Этими двумя супер-рэмбо, призванными спасти цивилизованный мир от оттального уничтожения по схеме Тегерана, нам и посчастливится поуправлять. Как видите, штамп на штампе, но куда деваться. Впрочем, это, конечно же, не очередной плейбэк высадки в Нормандии. И даже не война во Вьетнаме. Но, тем не менее, сюжет, естественно, линейен, как рельсы, и всем понятно, чем в итоге всё закончится. Системные требования игры таковы. Pentium 4, 2 ГГц, 256 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 1,5 ГБ на жёстком диске. Геймплей игры скучен для безумия и сводится к бесконечному вспахиванию на своих двоих огромных, но пустынных карт, а также методичному отстрелу, показавшихся на горизонте супостатов. Под конец игры нам даже дадут покататься на чуде американской промышленности, Джипи Хаммер. Об искусственном интеллекте сказать нечего. Он отсутствует как вид, а если и проявляет себя, то исключительно с позиции скриптов и нечестных приёмов. Не удивляйтесь, если вдруг из-за поворота выскочит целая толпа иранцев и лихо отстреливаясь понесётся в вашу сторону на второй космической. Наша оценка геймплея — 3 балла. Графика игры способна нанести вред людям со слабым сердцем. Пустыня наполнена раскиданными в беспорядке ящиками и ржавыми островами автомобилей вперемешку с пустыми бункерами. Городские миссии представляют из себя склейку из однотипных зданий и всякого хлама в виде мусорных баков и кирпичей. Само собой, ни одного мирного жителя. Над головой некое подобие облаков, в речках колышется какой-то кисель, сроду не слышавший о шейдерах. В общем и целом ужаснее некуда. Об интерактивности окружения лучше тоже не вспоминать. У игры проблемы даже с запоминанием трупов врагов. Стоит вам отвернуться, и они тут же пропадут. А агонистические танцы пристреленных наёмников способны вызвать зависть у работников цирка. Наша оценка графического, простите за выражение, наполнения — 3 балла. Что можно сказать о звуке? Он не выбивается из общей картины. Да, выстрелы вполне себе сочные, чего не скажешь о работе актёров. Им искренне можно посочувствовать, ибо, судя по всему, то были не лучшие игни. Музыка в игре занудная, и её хочется выключить минут через 5. Наша оценка звучания игры — 3 балла. JerHead Studios — большие любители поработать с маленьким бюджетом. Принцип «если что-то хочешь сделать хорошо, то сделай это сам» — совсем не про них. Таких шедевров в кавычках, как Marine Sharp Shooter, у них полно, и на каждом из них можно смело ставить печать «как делать не нужно». Наша общая оценка игры — 3 балла. Честно говоря, непонятно, как во второй половине 2007 года, когда вовсю гремят новейшие технологии на вроде PhysX и DirectX 10, недобросовестные разработчики позволяют себе выпускать такой откровенно шаблонный продукт, не несущий ничего нового в жанр. Тем не менее, в качестве разрядки для мозгов на пару-тройку часов игра сможет вас заинтересовать и вызвать даже ряд вопросов. На некоторые из них мы сейчас ответим. Первый вопрос. Как в игре в Тед дело с боеприпасами? Ведь трупы врагов сразу пропадают, не оставляют после себя ничего. Отвечаем. Всё очень просто. Как только патроны у вас закончатся, то с неба падает контейнер а-ля Вормс, после визита к которому вы смело можете продолжать палить направо и налево. Следующий вопрос. За кой чёрт в игре нужны дымовые гранаты? Может, я ими как-то не так пользуюсь, или я чё-то не понимаю? Отвечаем. Это вопрос философского характера. Спешим вас уверить, что в схватках с искусственным интеллектом они вам не помогут. Однако, если вы вдруг ни с того ни с сего решите поиграть с таким же безумцем в мультиплеер, то там дымовые шашки вам и пригодятся. Следующий вопрос. А есть ли в игре сюжетные ответвления? Или их нет? Отвечаем. Нет и не предвидится. Если вы решили пройти игру до конца, то не надейтесь, что на финальной заставке вам покажут ядерный гриф, встающий над Манхэттеном. Разработчики объясняют линейность происходящего на экране скромным бюджетом и, видимо, своей ленью. Третье место досталось Шреку. Компьютер на его версии. Игры по голливудским кинокартинам стали неотъемлемой частью индустрии. На каждый проходной фильм обязательно придется соответствующая второсортная игра. Месяц май порадовал нас премьерами трех чуть ли не самых главных блокбастеров года. Пираты Карибского моря на краю света, Человек-паук-враг в отражении и Шрек-третий. А теперь угадайте, какая из перечисленных кинолент обойдет стороной мониторы ваших компьютеров? Правильно, никакая. Такие лакомые кусочки ушли разработчики из виду не упускают. Конечно, от Шрека-третьего многое не ждали. Проект по лицензии, сделанный за несколько месяцев и рассчитанный на тех, кому мультика было мало, то есть в основном на детей. Но вся проблема в том, что только ребенок с железными нервами рискнет ознакомиться с детищем Binox Studios. На то есть несколько причин. Во-первых, игра на дух не переносит мышку. Приходится взаимодействовать с окружающим миром посредством клавиатуры, которая тоже доставляет немало хлопот. Выход один — использовать геймпад. Во-вторых, серьезные проблемы с камерой. Она выдает такие ракурсы, которые повергнут в ужас любого профессионального фотографа. Тут не поможет уже даже геймпад. Вообще, с разнообразием у игры, как и у большинства современных аркад, настоящая беда. Несмотря на то, что играть разрешается за разных персонажей, единственное между ними отличие — это внешний вид. В Binox Studios обещали, что у каждого героя будут уникальные боевые приемы. Так оно и есть, но суть их сводится к одному. Одна кнопка — удар рукой, другая — удар ногой, плюс суперудар. Разница лишь в том, как это проделывают персонажи. Например, Шрек бьет рукой со всего взмаку, а кот в запогах пользуется шпагой. Все остальные различия впору выискивать с микроскопом в руках. Системные требования к игре Шрек 3 таковы. Процессор с частотой 1,4 ГГц, гигабайт оперативный и 128 мегабайт видеопамяти. На жестком диске аркада займет 3 гигабайта. Игровой процесс — это типичная аркада. На протяжении всей игры мы поочередно управляем четырьмя главными героями — Шрек, Фиона, кот в запогах и осел. А временами переключаемся и на второстепенных персонажей. Сам процесс прост. Носимся по уровням, собираем монетки, выполняем простенькие задания, решаем элементарные головоломки. Монетки и прочий хлам меняем на различные бонусы вроде дополнительной одежды для осла и эксклюзивных картинок с главными героями. Жаль только, что в итоге все поручения сводятся к одному действию — разрушению всего, что разрушается. Если ищем специальные монетки, то они точно будут в закрытом сундуке, который еще придется вскрыть судорожно молотя по специальной клавише. Если ищем солдата, то он каким-то невообразимым образом тоже оказывается в сундуке. На крайний случай — в ящике. Тройка с геймплей. По внешнему виду третьего Шрека и не скажешь, что проект сделан по мотивам красочного, яркого и веселого мультика. Тусклые краски с преобладанием серого и темно-зеленого цветов нагоняют настоящую тоску. Разве так должна выглядеть игра по анимационному произведению? Не лучше смоделированы и персонажи. Угловатые, грубо изображенные и ужасно анимированные. Настоящие буратино. В общем, сказка из третьего Шрека выходит никакая. А вот ужастик прелестнейший. Тройка за внешний вид. Зато со звуком все в порядке. Актеры, дублировавшие персонажи, справились со своей работой превосходно. Жаль, но диалогов немного, а шуток и того меньше. По сути, единственная действительно качественная сторона игры, и та реализована не до конца. Четверка за звуковое сопровождение. Создается впечатление, что игра создавалась в расчете на фанатов мультиков, но никак не для поклонников компьютерных игр, и уж тем более ценителей хороших аркад. Шрек третий сегодня получает всего лишь трояк. Увы и ах, но на этот раз зеленому огру Шреку не повезло. Шрек The Third оказался ужаснейшей аркадой, разработчики которой должны сгорать от стыда перед создателями неплохой картины, ее зрителями и своими коллегами. Но вряд ли они мучаются угрызениями совести. Игра была слеплена в кратчайшие сроки. Копейку свою она заработает. А стремление сделать прекрасное, к сожалению, определяется временем и деньгами. Но несмотря на это, своего игрока эта аркада нашла. И вопросов по ней накопилось немало. Вопрос. А какое специальное умение есть у спящей красавицы? Отвечаем. Спящая красавица лучше всех умеет строить глазки. Ей ничего не стоит победить целый отряд солдат. Один взгляд, и они сами друг дружку порубают. Вопрос. А что за непонятная золотая пыль вылетает из всего, что я ломаю? Отвечаем. Эта пыль может помочь вылечить героя, или, если накопить ее достаточно много, даст возможность использовать суперудары или Слоу-Но, режим замедления времени. Вопрос. А как заработать больше очков за каждого поверженного врага? Отвечаем. Старайтесь расправляться со всевозможными пиратами и злобными солдатами как можно эффектней. Швырнув врага об стену или растоптав его огромными лапами Шрека, вы получите куда больше очков, чем если просто стукните его по голове или пронзите шпагой кота в сапогах. Серебро в кавычках получает The Show. Война в прямом эфире давно стала реальностью. Американские солдаты уже сейчас напоминают гладиаторов, смерть которых транслируется сотнями каналов и воспринимается зрителями как очередной попкорн-блокбастер. Разработчики игры The Show заглянули в будущее и предложили свой вариант развития индустрии развлечений. В конце 21-го Калифорния прогрессила себя независимой республикой, а новоиспеченный президент Лу Бакстер организовал самое рейтинговое и кровавое за всю историю человечества шоу – The Show. Развлечение будущего – это полномасштабные бои, которые ведутся на огромном искусственном острове. Причем внешний вид локации у строителей могут менять, как им заблагорассудится. Сегодня гладиаторы с плазменными винтовками истребляют друг друга в непролазных джунглях, а завтра проваливаются под лед или прячутся в искусственно созданном горном ущелье. Правительство США, как ни странно, оказалось крайне возмещено подобным беспределом. Было решено заслать на чудо-остров спецагента с целью взорвать ядерный реактор и таким образом обесточить колизей 21 века. Фрэнк Харрис – тот самый герой, который должен стать гладиатором и покончить раз и навсегда самым рейтинговым шоу за всю историю телевидения. Правила очень просты. Заключенные, они же гладиаторы, сражаются за собственную свободу с профессиональными бойцами. Понятное дело, ни один преступник еще не вернулся с острова живым. Но Фрэнк Харрис под вашим начальством должен все изменить. В России официальные продажи игры начались 19 апреля. Локализацию взяла на себя студия Rusabit M. Русскоязычная версия получила название V-Show – победить значит выжить. Рекомендуемые системные требования. Процессор с частотой 3 ГГц. Гигабайт оперативный и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске стратегия в реальном времени V-Show займет 3,5 ГБ. Основа геймплея – захват стратегических точек, за которые вы получаете условные ресурсы. Контролировать позиции довольно легко. Ваши войска молниеносно перемещаются от одной захваченной точки к другой. Единственное, о чем не стоит забывать, это то, что продвигаться по карте нужно по строго заложенному алгоритму. Последовательность захвата позиций определяется связями между контрольными точками. Любители быстрой игры эта стратегия разочарует. Здесь все происходит нарочито, медленно и неспешно. Солдаты не торопятся вступать в бой, а производство новых юнитов занимает целую вечность. Еще один минус – плохо сбалансированные апгрейды. Огромное количество всевозможных улучшений превращают эту стратегию в бесконечную РПГ. Тройка за геймплей. Грайвка вполне соответствует современным требованиям. Издалека картинка потрясающая, но стоит приблизить камеру и становится ясно, что переплюнуть или хотя бы повторить детализацию World in Conflict или, например, Company of Heroes разработчикам не удалось. Зато яркие цвета и голографическая реклама будущего придают игре свой неповторимый образ – 4 балла за графику. Говоря о звуковом сопровождении игры, прежде всего хочется отметить комментатора – самого Бакстера, президента Калифорнии будущего. Он довольно забавно рассказывает зрителям о том, что происходит на поле боя и всячески веселит аудиторию. Минус в том, что запас фраз у виртуального комментатора ограничен, и через полчаса игры вы уже выучите их наизусть. Слабая четверка за звук. Игра получилась откровенно слабенькая, но благодаря оригинальному сюжету и способу подачи игрового процесса она все-таки может зацепить. Но если оценивать эту стратегию беспристрастно, то больше тройки она никак не заслуживает. Поклонникам серьезных тактических РТС эта игра вряд ли придется по душе. Основной упор здесь делал на внешний вид, а не на боевую составляющую геймплея. Кроме этого, сценаристы откровенно угробили хорошую идею и интересный по задумке сюжет. В итоге получилась очередная проходная РТС. Но тем не менее, в России эта игра получила локализацию, и вопросов по прохождению пришло немало. А некоторые из них мы сейчас рассмотрим. Вопрос. Сколько юнитов доступно в игре? И главное, достаточно ли там техники? Отвечаем. Всего доступно около 40 юнитов, из них 15 видов всевозможной техники. Вопрос. Сколько в игре рас и чем они отличаются? Отвечаем. Можно воевать за одну из трех рас. Ацтеки, викинги и преступники. Большой разницы между ними нет. Все отличия сводятся к тому, что у одной группировки мощнее пехота, а у другой быстрее танки. Кроме этого, есть и внешние различия юнитов. Но на геймплей это никак не влияет. Вопрос. Я разбиваю врага, а миссия засчитывается, как проваленная. В чем тут дело? Отвечаем. Внимательнее следите за новыми заданиями. В конце каждой миссии вам дается дополнительное поручение, которое необходимо выполнить до окончательной победы. Самой худшей игрой ушедшего 2007 года признан автобусный симулятор. Наверняка каждый из вас хоть раз в жизни злился на водителей автобусов. То тормозит слишком резко, то уснет на светофоре, а то и вовсе проедет остановку. Теперь у вас есть возможность показать, как надо, и самим сесть за баранку виртуального автобуса. Но не ждите легких побед. Как оказалось, водить пассажирский автобус – задача совсем не из легких. Игра, как это принято в жанре симуляторов, разбита на миссии. В ходе каждой из них нужно проехать на автобусе по определенному маршруту и заработать на этом деньги. Можно и потерять нарушение правил дорожного движения, будь то смены полосы без сигнала или проезд на красный свет, караются штрафами. Кроме того, требуется не забывать про остановки, не пугать пассажиров экстренными торможениями и вообще демонстрировать образцово-показательную езду. После выполнения заданий ваши водительские заслуги сопоставляются с затраченным временем и выводится чистая прибыль. Если она достаточно высокая, открывайте шампанское. Миссия пройдена. На деле, конечно, достичь успеха сложнее, чем на словах. Во-первых, по городу смотрят люковые автомобили, которые постоянно путаются под колесами. Сталкиваться с ними нельзя, пассажиров это точно не обрадует. Во-вторых, у автобусов настолько убогие тормозные системы, что порой от досады хочется огреть кого-нибудь монтировкой. Разогнавшись до скорости 40 миль в час и увидев светофор, нужно точно начинать замедляться, иначе можно не успеть остановиться. В-третьих, маршруты, конечно же, далеки от идеала. Бывает, что первые три остановки расположены в нескольких сотнях метров друг от друга. Даже разогнаться не успеваешь. Зато до следующей ехать целых пять минут по горной трассе, на которой, к тому же, невозможно выполнить обгон, не выехав на встречную полосу. Разработкой и издательством симулятора «Баздрайвер» занимается компания SCS Software. В России локализацию взяла на себя компания Akela. В продаже «Баздрайвер» в русском варианте «Дорогу автобусам» появилась 6 июня 2006 года. Системные требования к игре таковы. Процессор с частотой 1,5 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет всего 300 МБ. Геймплей «Баздрайвер» на любителя. Например, в самом начале одной из миссий перед нами стоит автобус, который, кажется, можно спокойно объехать. На деле же оказывается, что для этого надо предварительно сдать назад, потому что не хватит каких-то считанных сантиметров. Догадаться о таком положении вещей можно только опытным путем. Вообще, в «Баздрайвер», в отличие от других автосимуляторов, в первую очередь ценится не умение лихачить, а прилежное соблюдение правил дорожного движения. Нет никакого смысла выжимать газ до упора и с трудом вписываться в повороты. Вспомните лучше поговорку «Тише едешь, дальше будешь». Четверка за геймплей. Внешний вид игры повергает в уныние. Мы попадаем в какой-то мертвый город. Пустынные пригородные пейзажи, аскетичные модели автомобилей, да и вообще, картинка какая-то картонная. Тройка за внешний вид. Музыка ничуть не лучше. Композиции скучны и однообразны настолько, что начинает раздражать уже через несколько минут игры. Впрочем, если вы любитель подобных медиативных игр, то саундтрек придется вам по вкусу. Четыре балла за звук. В общем, ничего хорошего у разработчиков из SES Software не вышло. Оно и неудивительно. Жанр симуляторов автобусов не самый популярный, а, соответственно, и вложения были минимальны. Хотя в Японии подобные игры пользуются большим спросом. Особенно популярны симуляторы поездов. Натянутую четверку получает сегодня игра Bass Driver. Для тех, кого приезжает медитативный игровой процесс и возможность покрутить баранку виртуального автобуса, ничуть при этом не напрягаясь, Bass Driver будет отличным развлечением. Если же вы хотите спустить пар и расквасить лицо обнаглевшему водителю, рискнувшему подрезать вас на повороте или отправить на тот свет сотню-другую ни в чем не повинных пешеходов, лучше возьмите Grand Siv Auto 3. В Bass Driver подобных завав нет и не предвидится. Здесь приходится решать куда более мирные задачи. Ответы на ваши вопросы по игре прямо сейчас. Вопрос. Я пытаюсь научиться проходить миссии как можно быстрее, но очков мне это не приносит. В чем дело? Отвечаем. Быстрое прохождение миссии всего лишь дает небольшую надбавку к прибыли, но чревато массой столкновений и проездов на красный свет, штрафы за которые не сравненно выше. В этом-то, кстати, и заключается главный недостаток Bass Driver. От черепашьей скорости происходящего рано или поздно начинаешь зевать. Вопрос. Ну никак не могу понять, как нужно тормозить, чтобы пассажиры не падали со своих мест. Отвечаем. В нижней части экрана имеется шкала, по которой можно следить за силой торможения. Как только стрелка попадает в красную зону, отпускайте тормоз. Вопрос. А как заработать побольше очков по дороге к очередной остановке? Отвечаем. Вы можете перестраиваться из одного ряда в другой без всякой необходимости. Главное, не забывайте включать поворотник. За каждое перестроение вы будете получать по 30 очков. На сегодня это все. Меня зовут Андрей Воробей, это был Фак. Еще раз поздравляем вас с Новым Годом и Рождеством. Желаем вам счастья, здоровья и хорошего настроения. Заходите в форум на сайте musdefistv.ru Меня можно найти и там. Присылайте свои вопросы на адрес faqsobaka.musdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. Удачи в Новом Году!